Фёдор Емельяненко, выпускник 2009 года, не просто окончил университет с красным дипломом. Его путь в профессиональном спорте – пример для всех студентов. Последний император – так называют во всём мире Фёдора Емельяненко. На протяжении 10 лет староскольский спортсмен не знал поражений. Беспрецедентный случай в истории ММА. На открытии именной аудитории сам Фёдор присутствовать не смог. Спортсмен находится в Китае. Ленточку совместно с директором филиала Тамарой Павловной Бериковой перерезал почётный гражданин Старого Оскола, тренер Фёдора Владимир Воронов. Это больше надо именно подрастающим поколениям, молодым студентам посмотреть, понять, к чему стремиться. Уже всё в их силах учиться, трудиться. Успех всегда придёт. И к этому относиться серьёзно. На торжественной церемонии открытия именной аудитории присутствовали и бронзовые призёры Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Староскольские боксёры Виталий Дунайцев и Владимир Никитин. К слову, ребята тоже получают высшее образование в стенах Белгородского университета. Студенты воспользовались уникальной возможностью и пообщались с чемпионами. Уже завтра в аудитории имени заслуженного мастера спорта России Фёдора Емельяненко, студенты педагогического факультета, профиля физическая культура, будут постигать азы профессии, осваивать методику тренерской работы с детьми и отрабатывать навыки спортивного массажа. Есть к чему стремиться, над чем ещё долгое время работать и к чему идти. Так-то вроде всё есть для этого. Надо тренироваться. Это уже вторая именная аудитория в Староскольском филиале НИУ БелГУ. В мае 2016 года одной из аудиторий присвоили имя первого профессора университета Людмилы Александровны Цель. А совсем скоро именной аудитории обзаведётся и экономический факультет. На каждой кафедре должны быть именные аудитории. Что такое именная аудитория? Это аудитория, которая посвящена либо известным людям, которые внесли значительный вклад в развитие педагогической науки, либо это политические, либо это те деятели, или это те люди, которые оказывают большую помощь университету в его развитии, либо это известные наши выпускники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова